Барабанная дробь и на сцене театра российской армии начинается церемония награждения премии горячее сердце. Ее вручают молодым россиянам в возрасте до 23 лет, которые не раздумывая ни секунды, со смертельным риском для себя оказали помощь другим. Организатором премии является фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. В этом году у нашей инициативы первый юбилей нам исполняется пять лет. Ежегодно мы собираемся в этом зале в канун 23 февраля, Дня защитника Отечества. Мы чествуем юных героев, юношей и девушек со всей России за активную гражданскую позицию, стойкость и неравнодушие, проявления в трудных жизненных ситуациях. Мы выражаем им глубокое уважение, восхищение и благодарность. И сегодня у нас есть уникальная возможность представить вам новые имена и новые истории. В этом году за подвиги наградили более 150 лауреатов. И за многими номинантами героическая история спасения сверстников, соседей, абсолютно незнакомых людей. Пожар, поимка преступника, риск утонуть или провалиться под лед. Их не остановили. И вот на сцену выходит молодой человек в форме. Это наш котловский парень, 20-летний Александр Самсоненко, который сейчас проходит службу в рядах Вооруженных Сил России. Нагрудным знаком горячее сердце и дипломом замужества. Александр Александрович Самсоненко, город Котла, Сарахангельская область. Спаситель моей дочери, так называет Александра Самсоненко, котлашанин Вадим Хапов. Тот хмурый, октябрьский день 2017 года, он и его семья не забудут никогда. Прибежала Оксана, подружка Кристины. Вся такая, на ней лица нету. И говорит, там Кристина провалилась в колодец. В этот промышленный колодец между домами 7 и 9 по улице Заполярной в Лименде, 10-летняя Кристина упала случайно. Она с друзьями гуляла неподалеку от дома. Заигравшись, девочка не заметила, как оказалась рядом с глубоким колодцем, без люка. Я стала отходить назад и не удержала равновесие и упала. Меня друзья пытались спасти, но у них не получалось. Воды в колодце накопилось больше двух метров, а вода осенняя, очень холодная. И Кристина не умеет плавать. Если бы не жители близлежащего дома, которые услышали крики детей, неизвестно, чем бы все обернулось. Именно Александр Самсоненко вытащил Кристину из ледяного плена. На скорой, на хлебавшуюся воды и полузамерзшую девочку вовремя доставили в больницу. Спустя несколько дней уже немного успокоившийся папа Кристины пришел к Александру домой поблагодарить за спасение ребенка. Я думаю, что немного таких людей. Кто-то, может быть, прошел бы мимо, что там, как моя хата с краю, знаете, как у нас большинство русских людей живет. Кто-то, может быть, просто растерялся. Ну, вот он просто решительный такой молодой человек, несмотря на то, что он скромный, в общем, спас нашу доченьку. Сам Александр не считает, что совершил что-то экстраординарное и говорит, что на его месте мог оказаться каждый. Нет, героем себя не считаю. Думаю, что любой гражданин должен был поступить бы так же. Когда мне сообщили, что вот меня выдвигают на награду, ну, восторга у меня особого не было. В принципе, ничего особенного я не сделал. Но для всей страны Александр Самсоненко – герой, чья история в числе других лауреатов Всероссийской премии войдет в специальную почетную книгу «Горячих сердец». Я ему хочу пожелать вообще в жизни всего-всего только хорошего и дальше продолжать в таком духе быть уверенным в себе.